сегодня будем устанавливать настенный газовый котел отверстие у нас уже было заложено вкладки первоначально потребуется вставить в отверстие футляр из обычной из обычного куска канализационной трубы 110 серый или оранжевый угол футляра должен быть ну скат должен быть туда на улицу то есть если появится какой-то конденсат или чё чтобы он не капал сюда а капал на улицу тогда будем это пенить вот так фиксируем это под небольшим углом чтобы клон был на улице временно фиксируйте щепками футляр с небольшим уклоном в сторону улицы потом это нам будет запенить щепки брать и допенить эти участки и 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 отверстия и футляр уже есть, все гораздо с такой схемой упрощается. Это новая модель 2016 года Балгас Невалюкс 24 Турбо. Сейчас здесь, как видите, есть на схеме также указано отверстие нашего футляра. Мы его сейчас вырежем, приложим к отверстию прямо на стене и прямо на стене отметим карандашом участки, где должен, за которым будет цепляться, где мы прикрутим анкеры. То есть, очень удобно и просто. Отвешки. Теперь просто туда приложим, выровняем по уровню, с помощью лазерного уровня. Все отметим и отверстие. Используем лазерный уровень. Итак, что мы сделали тут что-то. Мы зафиксировали схему по центрам отверстия, а потом просто по вертикальному виду лазерному уровню для один из краев. Вот, так как бы край капла на чертеже. Просто выровняем. И сразу же отметили отверстие для гурения. А потом я перепроверил лазерный уровень, горизонтальный уровень, горизонтальный, статус от пола. Все ровно. Ну, если у вас нет лазерного уровня, это можно тоже сделать с обычным уровнем. Просто вам придется внимать, где это прикладывает. То есть, если ему не очень удобно. Ну, можно сделать тоже без проблем. С лазером, конечно, быстрее и точнее. Вот так вот комплекты. И вот такие пикоконсинитровые дебеля. Вот так вот. Пикоконсинитровые дебилы. Вот так вот. Необычная вещь. Никогда такого не видел. Очень интересно. Видимо, это нужно пласками закручивать. Ну, вот как это выглядит. Здесь я еще забил щепку. Потому что, видите, пустоты много внутри самого дебеля. Вот в эту самую пустоту я решил забить щепку. Вот так вот. И вот так вот. Я просто повесил. Все по уровню. Сейчас примерим корселку.